МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В столице прошел четвертый международный фестиваль украинского народного творчества «Мы вместе, мы одна семья». Организаторами выступило Республиканское объединение Рада украинцев Казахстана. Чтобы принять участие в мероприятии, артисты приехали со всех областей Казахстана. У нас гости артисты с Украины, артисты с России, это конкретно Сомска и Екатеринбурга. То есть те украинцы, которые проживают на территории Российской Федерации, приехали поучаствовать с нами в нашем фестивале. Сегодня представлена выставка украинского народного творчества. Это, в принципе, все сделано руками. Вниманию гостей мероприятия были представлены танцевальные и вокальные номера, а также изделия мастеров декоративно-прикладного искусства. Данный международный фестиваль украинского народного творчества представляет собой соревнования, оценивают участников, авторитетные члены жюри. Но самое главное предназначение фестиваля – знакомство жителей и гостей города с культурой и творчеством украинского народа. В Алматы, в Музее искусств имени Абылхана Костеева, прошла выставка выдающихся художников Владимира Стерлигова и Татьяны Глебовой. В экспозиции представлены работы с видами старой Алма-Аты. Эта коллекция хранится в семье мастеров. В их творчестве южная столица занимает особое место. Сюда они были эвакуированы в 1942 году. В военное время Владимиру и Татьяне многое пришлось пережить. Новую надежду и шанс изменить жизнь им подарила теплая Алма-Ата. Владимир Стерлигов, он попал сюда после тяжелой контузии. До этого был фронт, до этого еще был лагерь и так далее. То есть у него, на самом деле, получился значительный перерыв в его творческой работе. И даже был момент, когда он даже думал бросать рисовать. Как-то вот не было у него ни сил, ни желания. Но здесь, в Алма-Ате, он встретил Татьяну Глебову. Собственно, они были знакомы с ним по Ленинграду. Но не так, чтобы очень близко. А здесь, в Алма-Ате, они именно сблизились и создали семью. Владимир Стерлигов – ученик Азимира Малевича. Долгое время изучал принципы кубизма и супрематизма. Благодаря чему смог выработать собственный метод в изобразительном искусстве – чашнокупольную систему. Свои накопленные знания он передал ученикам. Школу Стерлигова прошли многие ныне знаменитые художники. Татьяна Николаевна – ученица Павла Филонова. В своей работе она продолжила традиции классического русского авангарда. В столице состоялся очередной вечер музыкального салона. Артисты Оркестра Академия Солистов и Астана Опера вместе со слушателями совершили путешествие из музыки барокко до композиции эпохи романтизма. Встреча, прошедшая в уютной обстановке, продемонстрировала слушателям развитие музыкальной мысли и стилей. Прозвучит редко исполняемый дуэт для двух альтов старшего сына Иоганна Себастьяна Баха. Будут также представлены итальянские композиторы, такие как Баккерини и Вивальди, конечно же. Кроме этого мы сыграем троицу венских классиков Гайден, Моцарт, Бетховен и закончим сегодняшний вечер замечательным квартетом зрелого Шуберта. Предполагается, что это будет цикл встреч, которые поочередно расскажут слушателям о музыке западноевропейских композиторов, а также охватят российскую и казахстанскую композиторские школы. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 2 ноября в Театре имени Абая в Семее можно увидеть постановку «Гашахта Архи Каяса». 3 ноября в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоится показ спектакля «Ромео и Джульетта». 3 ноября в арт-убежище «Бункер» труппа да спектакль «Чудо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова